Никита пришёл кувалду принёс Вот эти вот Они мешали, думали стрелять Ну и забили Ну посмотрю, он завернулся на руки торчать Я говорю, что ты делаешь-то? Я говорю, что ты делаешь Прямо опускайся, опускайся Прямо опускайся Прямо опускайся Прямо опускайся Прямо опускайся Прямо опускайся Вот он разворачивается там Грейдер Наверху Я ему сказал, что Последний Камаз там Он был первым Туда разгрести И он несколько раз пятился Захватывал Видно, старается Никита сказал, не уходи Мало ли ещё Крикнут Помочь где-то Вот так Вот это Вот это рядом у нас пруд Который мы делали Вот Игорев склад Перекрытый 502 квадратных метра Нынче урожай не вместился Сыплет на землю А потом обрабатывать будут дождики Вот грейдер сейчас идёт Подравнивает Подравнивает Такой след Так, не так Но всё Что мы могли увидеть У специалистов узнать Именно так У нас Средний Слой получился 13 сантиметров Это средний Ну уже 10-15 Мы взяли 13 На 4 метра Но он расширяет шире Поэтому По краям Он будет Поменьше уже Вот так идёт Лишний раз к нему не лезем Лишь бы вот это не своротил Ограждение Ограждение У нашего тоннеля Вот оно Я за него так боюсь Если он его зацепит Всё пропало Это Женя Довгов прислал грейдер Так бы где его взяли Ух 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 Эх Эх Смотри А по телефону Вот Я поставлю щек Их Не Ух КОНЕЦ 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 к щебню. Какой именно? Вот он там сходит вниз, пошел в сторону. Потому что я сказал грейдер вести только сюда. У нас рассчитаны 20 КАМАЗов, с учетом, что грейдер пойдет оттуда. Что-то не так может быть. Ну, по-другому пока никак. Не знаешь, как сделать их высоко. Если там я сделаю на самом конце, куда он ее повезет? Ничего нет. И там тоже ограничитель. Но ограничитель такой, что в эту сторону, чтобы вел. Вот он далеко разворачивается. Машина-то длинная. Дороги делать. А Господь говорит, я есть им путь истинной жизни. Люди этот путь не знают. И сегодня, когда указываешь этот путь, и как он дорого дается, они не знают. Вот сейчас кто слушает, зарядите ролик. Ролик я сегодня увидал, называется Игнатий Лапкин-Лжец. Ну, а дальше уже начинает какое-то говорить, у него ник, и называется «Черт». Интересно, сам себе взял «Черт» название. Ну, и вот там, что я неправильно говорю, жидовская вера у нас, еврейская. А надо верить родноверы, язычество. Ну, это лжец, по их мнению, и все. Ему что докажешь? «Черт». А как избави нас от лукавого, мы молимся, и он не будет приступать. Вот он пятится, захватывает все. Вот так. Мало ли еще они стараются, но они еще и стараются на погибель. Вот конкретно. Дороги не было, а будет дорога. Деревни не было, будет деревни. Вот так. Не было мира, будет война. Иная война лучше мира. Святые говорят, а почему? Ну, вот он ополчается, перед всем миром и меня обречает, что я лжец. Лжец. Какого-то Христа еврейского, жидовскую Библию придумали. Ну, жидовская. Умрешь, узнаешь. Есть поговорка у русских, говорит, не умрешь, горя хватишь. Мы добавим, умрешь, горя хватишь. Вот тогда, кто тебя поведет? Кто на мытарствах тебе поможет? Ну, люди не верят в мытарство и прочее. Это другой вопрос. Это не евангельское рассмотрение. Но все равно, суд-то Божий все равно верит. И другие религии. Говорят, три мировые религии, вышли все-таки от евреев. Иудаизм, христианство, мусульманство. И родноверие-то оттуда идет. На это ненависть, это они построили. Разбудили. Я попытался узнавать, кто автор, и все как-то туда корнями идет. Играют людьми, люди. А этого не надо делать. Надо верить во Христа. Вот он ведет. Вот это вот. Все глажей и глажей дорога делается. Мне главное, вот это, чтобы я не сорвал. Ограждение у нашего тоннеля, моста, называем. Вот так. Вот у нас какие ограждения, упоры. Вот сделаны, чтобы не упало. Видите, вот это железные, какие-то. Что-то назад решил. Летене так показалось. Алексей звать его. И на бульдозере был Алексей. И все связи у меня держат тут. По машинам звонит тоже Алексей. Алексеев везет в этом году. Много Алексеев. Приехал тоже с проводами, не так было. Алексея загуляю. Вот так. Вот он за отпитки сдал. И сейчас опять пойдет разглаживать. А когда, где они делают это, настоящую-то дорогу, ему разницы никакой нету, в каком направлении. А тут разница. Сдвинуть в один конец. Последний надвигается на предпоследний и только в этом направлении. Туда не играем. А там уже дороги совсем нету. Видишь, он как делает. Я ему сказал, сегодня я вам подарок приготовил, трехтомник Нового Завета. И внуки-правнуки вас помнить будут. Да еще я не сделал дорогу. Да, Алексей, сделаешь. Женя Долгов говорил, что ты мастер хороший. Вот он сейчас там смотрит что-то. Прошу простить, что я колеблюсь. Я даже не замечаю, когда приближаешь, то руки трясутся. Трясутся руки от того, что мало сделали добра. Есть такое песнопение. Глаза не видят, не беда. Я вижу Господа всегда. Вот он как разворачивается, приходит. Здесь ничего не было. Ну, будет песок. Ну, а если ничего не получится? Ну, песок будут брать, штукатурить дома. Что тут отчаивается? Ну, напал на этот Игнатий лжец. Ну, и что дальше? Он доказать ничего не мог. Я для этого исчисления жидовское держу. Петруша Первый все придумал. Это Петр Первый. Ну, Петруша бы и сказал, а я-то при чем? От Рождества Христа вроде нет, от сотворения мира, да еще с поправкой Германа Стерлигова берут. Ну, это ваш выбор, ваше право. Я верю, что родился в 1939 году от Рождества Христова. Хотя и тут четыре года ошибка. Никакой роли не играет. За меня умер Христос. И в этом все. Я Христов. А остальное, то, что говорят, плюют, поносят, так это благо, благо. Да благословит их всех Господь. Вся земная свистопляска вокруг Христа закончилась бы, если бы он пошел другим путем, падше поклонился. Вот чего мир требует, чтобы падше поклонились. Поклонились? И весь мир будет перед твоими ногами. Вот поклонились бы все начальству человеческому, человеку угодничеству. Не важно, президент, патриарх, папа римский. Вот. Как батюшка наш ездил, и в Гонконге был, пролетал, когда, и говорят, ну здесь я священник. Глядят, а там-то никто, я как чучело стою, два русских пьяненьких идут, подошли, батюшка благослови, сто долларов дали еще. Так интересно. Звания разные люди придумывают, высокопреподобие, а высокопреподобие уже давно лежит. Был такой богач, Анасис, женился на вдове фиш-жеральда Джона Кеннеди. И его спросили, миллиардер, танкеры у него там, какое самое большое желание? Он говорит, оправиться безболезненно, рак прямой кишки. Не имели, какое дело-то? А то у тебя все нормально, тебе и нужды нет, сходил, две минуты я простался. Значит, кому что? Вот сейчас мне спросили, а что тебе в первую очередь надо? Ничего не надо, у меня все есть. Что бы ни назвал. А что руки-то трясутся? Так это возраст, что спрашивают? Я всю жизнь работал. Кувалда в руках, лом, топор, ножовка, пила. Мои руки поработали в разных местах страны, союзных республиках, теперь государства эти. 40 лет печеником. Сколько раз поклонился кирпичам. А мне радостно так. Печка не дымит, дети по полу играют. Прихожу домой, под окна милиционер стоит. Спаси, замерзаем. Я с работы устал, иду, сажи весь, один день отремонтировал, шесть печей. Заходя в избу за порог, запнулся, упал и не пошевелился до утра. Ни ужина, ничего нету. Полное, абсолютно полное истощение организма. Мне вспоминать приятно это. А ничего бы не делал, за кем-то гонялся. Я никогда ни в какие тяжбы в интернете не входил. Наяву, когда обижали, то да, Павел говорит, требуй сюда Кесарева. Неправда должна быть побеждена. И каноны об этом говорят. Вот так, медленно. потихоньку мы делаем. Там у меня Никита мерзнет. Это я его и не вижу даже. Интересно, как он коров гнал с граблями на плече. И не остановить ничего. Попер их, попер их уже через дорогу, обратно через лес, через поле. Я кричу пастуху, останови его. Пропал мужик. Я говорю, зачем ты гнал? А он что? Он смотрит и не понимает. Маленькому не показали телят, а там телят. А что? И он за ними попер, как ребенок. и он везде хочет показать что-то, ну, как бы, изобретение. Я говорю, ты усвои то, что до нас было. А раз это не, нету, а жажда-то есть. Сделать как, как бы, ну, думай, то лучше, а на самом деле оно не может быть лучше, когда ты предыдущего не знаешь. Вот этот наш грейдерийс, так назовем. Вот. О, запись. На. Положи лопату, отбрось. Ну, еще ты как? Ну, нельзя же так жить. Лежи. Где я, там и ты. Колеса. Все, снимай. Все, что я делаю? А как думал, вот, зафиксировал, да, это надо, чтобы ты знаешь. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. И здесь тоже. Зустрема, полная земля. Так, так. Он более под эту подравнивает, понимаешь? Это большое дело. Ты его выпушил? Нет. Вот я вам делаю подарок для внуков у ваших. Это 3 книги на юзу. За 2000 лет в Киеве вышло полное толкование новой зоны. Спасибо большое. Руки грязные. Руки грязные. Спасибо, Христос, на всех. Где надо лопатами подправить это всё. Потому что занос... ...вы не знаю, что это всё. Вот это правда, что так. Мы верим, что мы все Божьи, что Христов в нас вымер. И поэтому мы далёте друг друга за патандарты, когда Бога не знает. А когда побольше всё делается, совершенно по-моему не придёт, он умер за нас, и мы не своим. Вот это внешнее, это только друг друга. Главное – душа. А за нас происходит в мире. Вот это надо верить, что у нас здесь вот нёгко-то будет хорошенько. Здесь всё с корнями. А ты завода уже, как ты. Вот так у тебя. Это страшно. Нет, подожди. Когда мы здесь, то у кого вообще нет. Вот. Все наши данные будут переполнены. Это лёгко. И как мы это сработаем, через недель будем видеть сюда. А потом мы делаем так, чтобы видеть новый. Жене передавайте договор по шлангу, поблагодарите Жене. Давай. Попробуем. 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 На расчетах. Не говорилось, Женя, я с ним сам рассчитаюсь, благослови его Господи. Пошли. Ну все тогда одна-то, смотри какая трасса, подойди, гляди. А что он больше сделает? Она у нас трасса-то тогда была, он же приезжал после бульдозера выравнивать. Ее не выравнишь, она застывшая во время дождя, все комками, а так он ее подровнял. Дальше будет еще щебень, это проще будет. Вот он приехал уже за сколько. Как оно выглядит? Приблизь то место, где надо было быть. Тут были ямы колдобоины, а вот что будет? Вот растаскал, я думал на 4 метра, это на бумаге на 4 метра. Я не спросил у него ширина ножа, сколько. Он едва-едва проходил, цеплялся здесь. Во! Ну тут еще много что будет. Это у нас улица была здесь, улица, отдельно жили люди, вот так от рожек был. Там на конце деревни поворот, а потом новую улицу сделали. И здесь один человек под тополями жил. Вот пойдут машины, будут проваливаться немножко, будут утаптывать. Ну а дальше щебенка, щебенку опять точно так же разгладить и придавливать. Потом щебенка мелкая, но нам уже не осилить, не поднять. У меня и так уже все эти расходы заходят за 440 тысяч. Это невероятно. Я их оперирую такими деньгами, которые любому понятно, что в деревне. Это что, минимум два хороших дома. Вот здесь. Потеряешь тут. Вот так. Спасибо, Господи. Время-то сколько он работал? Он пришел во сколько? Сейчас 2 часа, 5 минут третьего. Вот как мы уходим. Сейчас поедет кто-то. Преграды никаких нету, ездить будут. Они сами будут выбираться. Под колеса подбрасывать. Мы еще могли сделать. Это наш огород бывший. Это около Игоря тополя. Видите, на какой высоте гнездо. А что это гнездо? Не знаю, но думаю, что воронье. Ворона отдельно высоко бьет. Сорока низко на кустах. Близко друг к другу. Ворона друг около друга не бывает. Грачи на одном, они дружные. Бывает до 20 гнезд на одном дереве. Вот так. Это вот где зеленое, это у нас был огород. Но там очень сырое. Солнце-то не попадает. Мы отступили и настолько же разработали новые. В следующий год в другом месте будем вообще. Я доволен. Тоже Алексей. И тут невозможно ему ножки не поднять, ничего. Тут лопатой можно все выровнять. Вон как шел. Претензий у меня ни к одному не было. Ни к шоферам, никому. Не надо капризничать. Да, вот оно показывает, что перепад как бы. Ну, у тебя лопата есть, выправи. Он ее как вел, песок кончился. А ему где его брать дальше? У нас спрашивают. Я-то думал на 4 метра. Померил. Расчет был на 4 метра. Какие метры-то? Так. Лопату буду. Ну, все, включай. Давай, положи сюда. По славу Божию. Вот как он задел, даже я-то отломил, да? Вот, вот тут. Отломил. Вот это вот. Сторонный прибережит. Днем, а маленький. На место все. Больше еще нет ничего. Слышь, какая сильная машина. Пусть лежит все здесь. Положи. Засыпется. Все, давай.